Здравствуйте, а вот елка-алкашка. Нарядил и он доволен. Итак, господа, еще во времена сервера бомжарика я заметил, что проблемы с интернетом все чаще. Дело в том, что кто-то сливал IP-адреса, а скорее всего я их сам сливал. Тогда я распространял даже динамический IP-адрес, который постоянно менялся, точнее очень часто, кому попало и впускал на сервер, кого хотел. Но это было не так уж и заметно, пока я не подсоединил динамический IP-адрес, который не меняется. После этого я обнаружил, что стримы начали, в принципе, срываться. Когда я создавал вот этот вот сервер, я и подумать, в принципе, не мог, что найдутся такие люди, которые будут препятствовать бесплатно позволять людям играть в Майнкрафт. Ну а если IP-адрес статический, значит, его можно дидосить. И очень просто. Я вам объясню сейчас, что насколько это просто. И не нужно быть хакером, поэтому не нужно верить, что этим занимаются какие-то серьезные специалисты. Этим занимаются дилетанты. Чтобы устроить дидос, нужно уметь печатать. Пишите сюда «Лучший стрессор». Google вам находит вот эту штуку. 7 лучших IP-стрессоров тестов. Стресс-тестов, так можно сказать. Что это такое? Если вы системный администратор, у вас есть какая-то защита, у вас есть собственный хороший роутер, а не это дерьмо, которое у меня. Роутер Huawei. Это роутер 2011 года, и в нем вообще полностью отсутствует любая защита от дидос. То есть, заходите вы на такой стрессор. Еще раз говорю, делаются они для проверки, если говорил. Нет, наверное, не говорил. Я закончил тем, что у системных администраторов есть свой нормальный роутер. Так вот, после того, как они выстроили защиту, они заходят на подобные ресурсы и делают стресс-тесты. Проверяют свой компьютер на защиту. Например, такие дистрибутивы Linux, как Kali Linux, не являются хакерскими. Они являются дистрибутивами для проверки безопасности. И вот вы сидите, например, смотрите на елочку. Красивая елочка, правда, кривая. Почему я алкашка, да, например? Думаете, все у меня хорошо. 5-6 маленьких школотрончиков залазят на такие стресс-тесты. Выставляют 80-й порт, ваш IP-адрес и ваш интернет улетает в уруру. Вы звоните в Билтелеком, в моем случае, и говорите, блин, что с интернетом? Они говорят, чувак, отвали, у тебя все хорошо. Ну, вы же не полный долдон. Поэтому вы идете в личный кабинет и проверяете, что у вас с трафиком. Заходите на сайт провайдера и тут есть статистика. Выбираем ноябрь 2020-го. Нажимаем вот сюда. И мы видим, господа, что за очень небольшой период времени, вообще за очень небольшой, к нам прилетело 129 гигабайт. Это говорит о том, что канал забрасывался пустыми пакетами. Ба-бам! Вас дедосят, господа. И вы ни хрена с этим поделать не можете. Знаете почему? Потому что мой провайдер, например, физическим лицам защиту от DDoS не предоставляет. Подключать всяческие бесплатные ресурсы, типа Cloudflare, тоже смысла никакого нет. Потому что защита там примитивная, ее хватит совсем ненадолго. То есть, в моем случае, или вы платите деньги кому-то за защиту, или ничего. Терпите DDoS атаки. Если вы житель Российской Федерации или какой-нибудь другой страны, более такой, я не сказал бы свободной, более либеральной, что ли, где провайдер не такой строгий, вы можете прямо в личном кабинете поменять статические IP с одного на другой. При этом, наверное, заплатив какие-то копейки. Вообще, там получение статического IP, это очень дешево. В Республике Беларусь для этого нужно заплатить 12 белорусских рублей. Каждый месяц платить 4 рубля 80 копеек. Это, господи, практически 2 бакса в месяц. И при этом нужно заполнить, уйму, в принципе, различные макулатуры, для того, чтобы 3 дня после всего этого получить статический IP-адрес. Ну, естественно, кто что делает? Он идет и получает повторный статический IP-адрес. Я это сделал, и... Появляется странная активность. Я вижу аккаунт Тимофей Онлайн, и точка. Ну, вот я как-то ступил. Я прекрасно знал, что таким способом получить IP-шник никаких проблем, в принципе, нет. Просто в одноклассниках нет возможности без просмотра, например, удалить сообщение. И что-то я ступил и класснул. И в этот момент, буквально на 5-10 секунд, браузер подвисает, и я понимаю, что IP-шник улетел в уруру. Рассказываю еще более смешной случай. DDoS это пол-проблемы. Следующая проблема заключается в том, что модем HG8245A имеет пароль входа, который не поменять. Ну, и вообще не поменять. То есть, я сейчас вам объясню. Мало того, что DDoS, так еще можно войти прямо через вот этот статический IP, вбив его в адрес, прямо в модем. Вау, и у школьников уже доступ прямо к твоему модему. Мозгов на большее не хватает. Естественно, они по штатному паролю входят внутрь. Почему не хватает, я сейчас объясню. Элементарно, сразу же они бегут в вкладку в LAN, для того, чтобы насоздавать парочку открытых сетей Wi-Fi с надписью, ну, с политическими надписями в последний раз, или там, Лещенко, Пиписька, что-нибудь в таком роде. Что делал бы я? Я бы ломился во вкладку System Tools и постарался бы что-нибудь навредить. Благо, я был на месте, сразу же выключил модем и начал разбираться. Полез в логи, обнаружил уйму IP-шников, естественно, с VPN, Columbia, Shmanblumbia и т.д. Ничего нового. Так чего-то, Лещенко, не поменял пароль. Дело в том, что это невозможно. Сколько бы вы не меняли пароль во вкладке System Tools, Modify Login Password, ни хрена не произойдет. А знаете почему? Потому что пароль штатный, вот этот, который все знают в интернете, он зашит в один из файлов под названием Configuration File. Для того, чтобы влезть в этот файл, нужно зайти под той самой учеткой, я сейчас просто под другой заходил, выкачать его и увидеть зашифрованную дичь. Что с этим делаем, господа? Запускаем программу AEScript. Специальную. Она поддерживает как раз вот эту Huawei-вскую хрень. Вбиваем сюда файл. И исходящий, точнее, раскодированный файл. После этого мы получаем конфиг. Программу закрою. И конфиг будет выглядеть уже вот так. Где мы находим пару строчек со значением 1, 2 или 0. И, а точнее, WebUserInfo. Я уже не буду сблизи показывать. Ничего там интересного вы не увидите, потому что данный файл, в принципе, он не актуален. Ну, вот, для примера, я менял пароль, для примера, своей любимой техногруппы. Я сюда вбил. Потом вгрузил его. На, стоп, его надо зашифровать обратно. А потом вгрузить снова в модем. И что вы думаете? Ничего не произойдет. Знаете почему? Потому что Белтелеком не позволяет этого делать. Я сегодня был в сервисном центре, разговаривал со спецами. Они начали говорить, чувак, «Ты хотел изменить пароль модема?» Говорю, «Да». И они говорят, это невозможно. Я еще пропустил один момент. Элементарно, Ватсон. Во-первых, вы так просто и не попадете, и не скачаете вот этот файл конфигурации. Для того, чтобы его скачать, вы идете к модему, переворачиваете модем, высовываете вот этот кабель, заходите снова в модем, и только тогда вы можете файл конфигурации скачать. Дело в том, что если вы оставите этот кабель в гнезде, скорее всего, вы получите совсем не тот файл конфигурации. Совершенно другой. И он ничего толком там не поменяет. Там будут в основном настройки провайдера. Так почему же мы не смогли поменять логин и пароль? По причине того, что данный файл конфигурации не позволяет нам этого сделать. То есть провайдер все равно его поменяет, как только вы вставите кабель. Это я уже узнал, придя к провайдеру. Какое решение? И не только такая у меня была проблема. Например, у овербафера. Да у многих ютуберов. Решение одно. Перейти снова на динамический IP-адрес. И пока вы этого не сделаете, вы ни хрена с таким оборудованием не добьетесь. И только потратите свои нервы. И если вы думаете, что вы такой крутой, и у вас суперкрутой роутер, я вас уверяю, заходите в 7 лучших стрессоров в гугле, вбивайте 80-й порт, свой IP-адрес, и наблюдайте потерю связи. К моему сожалению, не нужно быть хакером, чтобы организовывать подобную атаку. Также у меня спрашивают, каким образом был потерян пароль от ACQ, того самого старого аккаунта, который фигурировал в старых роликах. Дело в том, что этот же самый пароль у меня был в роутере, как пароль от Wi-Fi. Естественно, школота решила, что этот пароль от всех моих аккаунтов, но это не так. Это был пароль от аккаунта, созданного еще в 2008 году, а точнее от UIN ACQ. В тот момент я был не в зоне доступа к данному паролю, я был в деревне, потом я данный аккаунт передал ребятам, они поменяли пароль, и, в принципе, у школьников данный аккаунт отобрали. Группу восстановили. Почему я решил, что это школьник? Скорее всего, это бывшие администраторы, даже знаю, скорее всего, кто. Страна это Украина, не ту какая, не Турция, как мне многие говорили. Плюс еще прошлый администратор туда присоединился, потому что лично видел скриншоты, что он говорил, что буду дедосить сервер. Почему школьники? Почему тупые? Я сейчас вам объясню. Заходим в SMS. Я уже не буду показывать, дабы не полить коды, но там попытка с моего номера телефона, который был слит в одном из роликов про микрофон. Ну, это не основной номер, так что звонить на него бесполезно. Так вот, они пытались зарегистрировать карты в Тинькофф банке, Яндекс.Едея или еще какой-то херни. Это говорит о том, что они не знают, что делать ни с телефоном, они не знали, что делать с моим роутером. Ну, на что мозгов хватило, это создать три открытых в принципе Wi-Fi сети. А так как доступ у меня был через Steam Viewer к самому компьютеру, я просто влез сначала, удалил Wi-Fi сети, а потом оффнул и сам роутер через настройки. Да, его можно отключить. Жаль, разговор с провайдером я не записал, потому что вчера ночью ругался. Они вообще не понимают, что даже такое динамический или статический IP. Ну, это Белтелеком. Кто из Беларуси, все меня понимают. Я вам говорю, что в Белтелекоме покупать статический IP не нужно. Ни в коем случае. Никакой защиты нет. Даже если у вас есть бабки и вы захотите купить защиту от DDoS или же особый какой-то роутер себе там настроить, я вас уверяю, вся эта защита только для юридических лиц. Для физлиц они защиту никакую не предоставляют. И, к моему сожалению, это самый большой жирный минус содержания сервера на домашнем отдельном компьютере. Я был у этих школотронов в Телеграме. Видел, что они занимаются это не только со мной. И еще ютубер Плафон. Кстати, меня пытались шантажировать. В один момент требовали 3000 долларов. Ну, я рассмеялся, конечно. Говна получит на лопать. Пусть на работу устроится. Вообще, нужно самостоятельно учиться деньги зарабатывать. И потом пытались меня заставить снять гневный ролик на плафона ютубера. И этого плафона они тоже прессуют. Также у них есть метод выкладывания детского порно в Телеграм-каналы. Ну, когда был еще Телеграм-канал, мы сразу отключили медиа, и, в принципе, эта хрень не сработала. То есть, самый днищенский такой вот метод. Знаете, есть хакеры благородные, есть шоколята. Вот это типичные шоколята, которые занимаются стукачеством. Также пишут мне письма на работу. Ну, естественно, в центральный офис. Меня уже один раз вызывали. Я объяснил, что все это хрень собачья. Пишут там, ну, чушь собачью, полнейшую. Также я там видел, что они кому-то тоже сайт положили. Тоже какой-то наивный чувак поднял себе вебсерфер, короче, статический ип. Ну, и сайт запустил. Сайт они тоже положили. Я вас уверяю, любой сайт можно положить в 3 секунды. Притом, будет обидно, что сделает это какой-нибудь там 13-4-летний пиздюк, которому ты просто там, я не знаю, админку не выдал, например, или не прорекламировал его. Так что, будьте осторожны. Надеюсь, для вас, в принципе, будет данный ролик полезен. Особенно для белорусов, у которых Белтелеком, я вам сразу говорю, не пытайтесь покупать статику. Во-первых, дорого очень у нас это получается. Во-вторых, это небезопасно. Потому что тут дети говноеды, да, эти там малолетки. А вдруг действительно у вас какие-то там серьезные дела, и вы попадетесь более серьезному дяде. Он вам может навредить уже по полной программе. Техподдержка Белтелеком даже не в состоянии отследить входящий вообще трафик. То есть там полная жесть. Жалко, что я не записал в 11 ночи весь этот разговор. Также рекомендую вам, если вы, например, живете где-то там с родителями или у родственников, и вдруг вы включили статический ИП, и куда-то сваливаете, обязательно отключите статический IP-адрес, потому что в любом случае где-то в доме найдется какой-нибудь юный хацкер, который получит доступ к IP-адресу. Например, ваши же родственники попросят его прийти и настроить им скайп, он получит доступ к этому IP-шнику, зайдет к ним на роутер и просто откроет для всего дома интернет. И не пытайтесь меня переубедить, что были какие-то в моем случае способы. В случае Билтелекома способов никаких нет. Даже если бы была какая-то определенная защита от ДИДОС атак на IP-адрес, все равно в роутер они бы залезли. Пароль не меняется, и мне это официально заявили в офисе техподдержки полчаса назад, ребята. Поэтому, заметили ДИДОС, оффаете роутер, берете паспорт и идете в офис менять статический на динамический. Или другой вариант, можно найти другого провайдера, но у нас в Беларуси их очень мало. А так как я сервер прикрыл, на нем уже никто не играл, я в принципе ничего не теряю, и спокойно буду отмечать новогодние праздники с динамическим IP-адресом. Будьте осторожны, и никому не доверяйте. Потому что сколько бы вы не следили за безопасностью, ваш провайдер всегда вас подставит. Ну а я на этом заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»